Программа предназначена для аудитории от 16 лет. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ В эфире программа СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ. Добрый день. Сегодня пятница, 13.05. И снова мы в эфире с вами. Это вы слышите голос Азиза Агаева. А до этого вы слышали голос Владимира Смитальевна и продолжаете слышать этот голос. Ведущие программы. Мы стараемся, напомню, чтобы наша каждая программа была уникальной, интересной. И в первую очередь это зависит от тех гостей, которые приходят к нам. Абсолютно верно. Гости у нас бывают представители разных культур, национальностей. В этом суть нашей программы. Последний раз мы у Азиза Салиевича уходили 31 декабря уже минувшего года. Говорили про Новый год. Новый год, значит, у нас были гости из Азербайджана. Мы говорили о Новом годе, как встречают азербайджанцы, не только азербайджанцы, а все, кто встречают Навруз, как Новый год. И кто еще у нас был? А, у нас была Алла Иосифовна. Да, представительница еврейской. О еврейском Новом годе. Рош-Ашана называется, да? Точно. И мы с 31 числа начали готовиться к сентябрю, когда, значит, евреи будут встречать Новый год. Хотели бы посмотреть, что это за Новый год. А сегодня... А сегодня у нас китайский Новый год. Сегодня у нас придача «Китайские друзья наши». Да, «Китайские друзья». Давайте их представлять. Ну, это аспиранты филологического факультета Вятского государственного гуманитарного университета. Давайте девушку сначала представим, да? Тун-Тун. Здравствуйте. Здрасте. Поближе, пожалуйста, к микрофону. Не волнуйтесь, пожалуйста. С очень звучащей фамилией Тун-Тун. Мы вообще любим всегда спрашивать, что означает. Да, можно спрашивать, что значит. Ну, просто это фамилия. И все? Тун-Тун? И никакого значения нет у этого иероглифа или этой буквы? Ну, это фамилия. Тун. Тун. А имя? А имя? Ну, ничего страшного. А по-русски все равно практически все люди, которые приезжают в Россию, так или иначе себе выбирают имя. У нас имя. Меня зовут Тун Хуай. Хуай – значение китайский язык, значение умный. 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 Ну, слушай, у нас теперь передача будет не только интересная, но еще и очень умная. Интеллектуальная. Да. Так, а по-русски вы как представляетесь? Света. 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 А почему именно это имя? Сами выбрали? Неа, преподаватели. Преподаватели. Ну, смотри. Ладно, будешь Светой. Если умный, то ум – это ведь свет. Поэтому я думаю, что преподаватель выбрал, исходя из этого, что… С подоплекой, с конкретно. Да, знание – свет, а раз у нее имя, значит, означает умный, значит, она света. Вот так вот. И еще один наш гость, тоже аспирант филологического факультета Вятского государственного гуманитарного университета. У него почти французское имя. Да, очень так. Жень Фэй. Жень Фэй. Здравствуйте. Жень Фэй, что ваше означает имя? У меня там… Или это фамилия тоже? Первое – это фамилия. Жень. Жень – это фамилия? Да, имя Фэй. Фэй. А что означает? Фэй – это литература или культура. Ага. Искусство? Ну, да. Можно так сказать. Куружество, да. Да, да, да. Очень здорово. А представляетесь вы так же, как Фэй, или вы тоже выбрали себе? У меня тоже там русское имя – Саша. Саша. Тоже преподаватели выбрали такое? Я сам выбрал. Сами выбрали? Безумного. А Александр, да? Да, потому что Александр – это русское имя. Очень красивое там имя. Это не только русское имя. Вот, например, у нас у азербайджанцев есть имя Искандер. Это тоже самое означает. Я думаю, что это русское. Нет, безусловно, международное, интернациональное. Это абсолютно интернациональное имя, да. Как и многие другие. Ну, я еще раз поясню нашим слушателям, что вот мы как с 31 декабря начали говорить про празднование Нового Года, про особенности в разных странах. Мы сегодня решили продолжить просто-напросто. Ну, потому что свежи еще воспоминания, да, от новогодних праздников. Да. Тем более еще, смотрите, мы еще ведь не перешли из года козы в год обезьяны. Я сегодня смотрел у себя фигурки на столе. Смотри, ведь и козу-то еще не убрал. Да, еще не убрал. Сейчас, ну, в Китае еще там год козы. О-о-о. Вот, уже переходим непосредственно. Уже непосредственно переходим. Ну, еще 20 дней. Еще 20 дней. Так, давайте определимся с датой празднования Нового Года в Китае. Китайский. Да. Китайский Новый Год. Это Чуньчи. Значит, праздник весны является для китайцев самым важным праздником. Его отмечают уже более 2000 лет. Он происходит на первое новолуние первого месяца года между 12 января и 19 февраля. Ага. То есть, и первое новолуние будет между 19 февраля и как раз будет 20-го... А, сегодня, подождите, 4-го февраля, да? Да. 4-го февраля. Ну, это, ну, примерно в прошлом году у нас Новый год был 17 января. А в этом году будет 17 февраля. Да это не вызывает никакого дискомфорта, когда вот плавающий такой график? Ну, это не как обычный там календарь. Это у нас лунный календарь. Поэтому немножко разница, чем наш Новый год. В этом году у нас 7 февраля, это будет последний день 2015 года. А 8 февраля, это будет первый день 2016 года. Слушайте, я завидую вам в какой-то степени, потому что вы еще живете в 2015 году, а в моей жизни в 2015 были моменты, которые хотелось бы вернуть и повторить. То есть, смотрите, первый день по-китайски Нового года будет 8 февраля. В этом году будет. А весна наступит все-таки 17 февраля. Весна, ну, это надо посмотреть, ну, лунный календарь. Сейчас я сам честно не могу сказать, когда начнется весна. А исходя из того, что, значит, сказала Света, да, но мы будем вас называть именами, которые удобны, наверное, для слушателей. Света и Саша, напомним, да. Исходя из того, что сказала Света, да, то есть 17 фактически, учитывая, что первая лунная, полная луна будет у нас 17. Ну, это фактически начинает, ну, Новый год всегда между этими там, как часами, но каждый год еще меняется. Ну, конкретно. Ну, да, как луна захочет стать полной, так и. Вот Света уже сказала, что это самый значимый, да, праздник для жителей Поднебесной. А в чем значимость, почему им такой характер носят? Потому что это, прежде всего, семейный праздник для семьи, это важно. Семейный праздник? Да. То есть, как во всем мире, как у многих народов, Новый год, так, а почему именно семейный? Что происходит такого в Новый год, что у китайцев этот праздник тоже семейный? Ну, Новый год по-китайски будет Синь-Нян, Синь это Новый, а еще Нян, Нян, это у нас был там страшный, как лед на этом, чудовное там, злое там животное. Ага. То есть, это аналогия с неким чертом нашим, наверное? Да, примерно так, да. Потому что в древней Китае этот живот Нян, он живет в море, когда в конце года он уже там, как... Он уже стареет? Ну, в конце года он уже там вылезал из моря и уже пожирал там людей. Ага. То есть, выходил из моря и начал людей, начинал людей кушать? Да. И поэтому этот год полностью, ну, семья должна, что все собираются и вместе там, потому что в Китае мы думаем, что больше, чем человек, чем больше, что сил по Польше. И против этого животного начинают, значит, сопротивляться, да? Да. Поэтому надо полной семьи там собираться и как праздновать этот новый, этот праздник. Ага. А что для вас семья? То есть, вот, что значит собралась вся семья? Вот у нас... Ну, в Китае там, как самый главный символ, это семья. А кто входит в эту семью у вас? Это... Кого вы зовете на праздник, собираете? Ну, как дедушка или бабушка по отцу. То есть, самые старшие из жизни живущих вот в роду. Да, 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 да. Ну, где бабушка или дедушка там, они живут, мы туда там ходим. Вы туда приходите. Тогда, значит, если есть там братья и сестры там, то они туда тоже как бы все собираются, да? Да, да, к бабушке, да, да. К дедушке и бабушке. Самый старший, где живет, это и есть место, где вы собираетесь. Да, да, да. Ага. И как много человек, получается, под одной крышей собираются в Новый год? У нас там... Если бабушка, дедушка, там мама, папа... Ну, жив у тебя бабушка или дедушка, Саша? Они еще живут. Слава богу. А прадедушки есть у вас? Нет, нет, уже нет. Ага. То есть, у тебя будут мама с папой? У нас там, например, уже нет там бабушки или дедушки, но еще там самый старший, по-какитаю, самый старший там дядя или старшая тетя. Там просто самый-самый старый там, это человек, это главный человек семьи. А по какой линии самый старший? По папиной или по маминой? По папиной. По папиной линии. Все-таки мужская линия тоже... Все-таки по мужской линии. Да, доминирующий считается. А время суток, когда принято собираться с семьей? Ну, у нас вот 31 декабря, ну, обычно к вечеру, да, как-то зовут гостей. Ждут ночь, когда там часы 12 бьют. Ну, у нас обычно день или два дня через ранее начинается собирать, потому что все далеко живут, надо время там собирать, и потом мы отмечаем Новый год почти 15 дней. Вот так вот. А мы говорим, что 10 это много в России. Прозвучала одна из ключевых фраз, да. 15, целых 15 дней. И наверняка каждый из дней носит какой-то свой смысл. Ну, самый первый, пятый день, это пятый день мы будем там в гости там ходим и поздравлять друг друга, и потом уже отдыхать. А, Света, а вы вот поедете домой на Новый год? В этом году я не буду. Не будешь дома? Да. Это связано с учебой здесь, да? Да. Здесь учиться. То есть экзамены? Да. Экзамены и писать диссертацию. Уже. Вы на котором курсе учитесь? Аспиранты. Аспиранты. Со второго курса. То есть вы уже начали... У вас два или три года? Три. Три года. То есть вы уже начали писать, да, и поэтому вы не поедете, потому что у вас экзамены. Ну, наверняка скучать будете, да? Конечно, скучаю. А когда вы не едете, то вы здесь отмечаете? Ну, здесь отмечаем, да. Ну, мы собираем... Ну, у нас не все... Ну, у нас там много китайских студентов, ну, здесь там учиться. Они не поедут тоже, вы здесь будете, да? Ну, они тоже не поедут. Скажите, вот ключевое слово, конечно, 15, но все-таки там есть еще одно ключевое слово — отмечать. Вот как вы отмечаете, вот как китайцы отмечают, вот семье отмечают, то есть что происходит? Первый день, как нам надо готовить пельмени. Что это значит? Пельмени. Пельмени готовить? Да, пельмени. Почти по-русски. Вот они так и называются в Китае? Называются чьяо-ци. Ага. Чьяо-ци. 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 И действительно похоже на наши пельмени? Тоже тесто? Нет, другое. А другое? Ну, хорошо. Какая первая буква? Чьяо. Чьяо. Чьяо-ци. Запомни, пельмени. Чьяо-ци. Пельмени. Если мы в Китай поедем, чтобы в случае проголодаться... Зайдем в китайский ресторан. Да, проголодаемся. Чьяо-ци. Подождите, ну, Саша, наверное, еще про другие блюда расскажет. То есть это основное блюдо, видимо, да, получается? Да, основное. И еще рыба. Рыба? Рыба, да. Это тоже очень важное блюдо. Так, давайте к пельменям китайским вернемся. Как готовятся они? Чьяо-ци. Ну, там разные фарши. Ну, обычно с ковячиной и свининой. И еще там с какой-то овощей. Овощи, горячей, свинина. То есть фарш. А какая, Света, какие овощи? Вот пусть нам Света расскажет про пельмени. Ты сам-то готовишь пельмени, Саша? Да. Ну, пусть Света расскажет про пельмени. Обычно есть китайская капуста. Нет, китайская капуста. Китайская капуста. Пекинская капуста, да, у нас ее называют? Да, пекинская капуста. Пекинская капуста. Пекинская капуста. Еще лук. Руккола? Лук. А, лук. Зеленый лук. Зеленый лук. Зеленый лук. Ну, тоже называют пекинский лук. Как называется? Такой длинный. Он зеленый, он и есть зеленый А что, в Китае особенный зеленый лук? На рынке там писано Китайский лук Или пекинский лук Ну ладно, лук и лук Приготовили фарш И что дальше? И соевый соус Перемешаем и потом Делать Тесто тоже? Тесто расскажем Соус тоже кладете в мясо? Соевый соус Тоже в мясо кладете? Так, перемешиваете В тесто заворачиваете А какого размера китайские пельмени? Фигура как луна Нам сейчас гости показывают Что, 2 сантиметра? От 3 до 5 От 3 до 5 сантиметра Побольше наших традиционных Побольше Итак, это основное блюдо Оно подается Как раз таки В момент празднования Нового года Это символ Провода Старшего и Нового года Это как крест Прошлый год и Новый год Это в центре находится Это аммонимы Это все там Китайская То есть Тяо и Цзи Это аммонимы Да В одном слове Да То есть старый и Новый Прошлый и наступающий Ага Понятно Вот такой смысл Интересно, да Еще про блюдо Про рыбу Вы сказали Рыба Это Очень важное Блюдо Мы обычно готовим Первый Ну, последний день Старшего года И кушаем Нового года Готовится в старом году А подается уже в новом Наступившем году Почему? Смысл какой? Это значит, что ты Ну, семья богаче будет Ну, возможно, там, да А если какой-нибудь Все лучше, например, да Чтобы из старого года Вкусить в новом году А вот сама рыба Символизирует символ Что за символ? Это тоже там китайский язык Это лишний Лыба Рыба Рыба Это лишнее? Лишнее В смысле, это добавка Дополнительная Да Что счастье Прошлого года Еще не закончится Еще добавится В следующем году А если какой-нибудь Шалун возьмет И съест праздничную рыбу До наступления Нового года Что будет? Ну, нехороший, наверное, Знак такой Да новую Приготовят Успеют Обычно новую не кушаем Да, просто Света, скажите, пожалуйста Подготовка Вернее, вот готовка Да, приготовление блюд Для праздничного Новогоднего стола В Китае Кто этим занимается? Вся семья Или все-таки женщины? Вся семья Обычно Мужчины тоже помогают Да У нас обычно на хозяйках Да, это все Ну, у нас тоже Достаточно часто Мужчины сидят И тоже лепят То есть, конечно, фарш, наверное Они прокручивают А мешают женщине Или рубят Да, или рубят А Ну, да Хорошо Значит, пельмени Рыба Рыба И дальше Что еще из основного? Ну, дальше уже там очень богатые Там сто будет Там разные там блюда Там уже не конкретно На основе чего? Не важно уже никакие Там все овощи и мясо Да, жареные А вообще китайская кухня, она Ну, рыба там занимает большое место, да? Да, большое место Мяса тоже много, овощи А ты помнишь, Володя, у нас Когда из Судана были наши гости И из Египта Они тоже называли рыбу Главным блюдом на столе Помнишь, да? Да, да Да и, собственно, про еврейский И еврейский тоже, да Интересно, что рыба практически во всем мире Считается символом богатства и благополучия, да? Вот такая же связь Такая опять-таки связь Вот такие люди Да, традиции и культуры получается Так мы все понимаем Что значит будущая счастливая жизнь А напитки? Ну Саша показывает на свету Света Тогда говори про напитки Напитки Водка, пиво, чай Китайская водка? Да Китайская водка А чем она отличается от русской? У нас китайская водка пахнет еще как вкуснее Если пахнет А чем пахнет? У нас там Лисовая Лисовая там водка Лисовая? Рисовая? Рисовая 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 Ага Рисовая Рисовая И что, рисом пахнет? Да Ну Срадкий такой Пахнет срадкий Не так острый Чем марш Сладкий запах Сладкий запах Ну, я так понимаю Рис ветерной Перебраживает Да, он потом Запах-то от риса Сладкий Или вы туда что-то добавляете Для аромата? Специи какие-то Ну Это уже технология Мы не знаем А шампанское Наше вот традиционное Нет такого в Китае Ну, шампанское Это Исходящая там Напитка У нас раньше Нету таких Ага Это извне пришло А пиво Китайское пиво Что оно представляет Из себя? Тоже пьем Вот оно отличается От обычного пива Вот, ну, кто-то Ну, состав хмель Пиво называют Эль там, да Ну, отличается Да, у нас там Из чего делают? Это Из чего? Ну, просто пиво Ну, что Просто пиво А чем отличается От нашего пива, например? Вы пробовали здесь пиво? А алкоголя там поменьше, по-моему А, алкоголя поменьше? Да У нас там Сколько? Четыре или Ну, так это стандартное Вы здесь пробовали пиво-то? Да Пробовали Наши местные, ну? Да Не пробовали Света качает головой Света не пробовали Если Такая традиция Ну, вот Произносить тосты Там, желать чего-то На Новый год Чокаться, в конце концов Вот это есть Или что-то иное? Есть Да И что в это время говорят? Ну, немцы, например Чокаются и говорят Чу-с-с-там Или как там Или как-то Что они говорят? Здоровье, счастье Радости Как по-китайски они? Вот чокаются И что? Сингф Камбэй 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 это ключевое слово Да И? И Сингфу Куайле Сингфу Это счастье Куайле Куайле Радости И принято Чтобы каждый Да Все-таки Сказал эти слова Что-то пожелало И в это время Надо смотреть в глаза? Да Или можно Опустить голову И сказать Камбэй Там много пили Нет, обязательно Смотреть Когда много пил Уже не поднимается голова Смотреть И улыбаться Безусловно А знаете Такая У нас традиция русская Есть Что у нас Писать желание Да? На бумажке И потом сжигать И в шампанское И пить Ритуал Ритуал есть какой-то особый? Вот, чтобы желания исполнялись Что люди делают Чтобы желания исполнялись? Ну, вот какие-то желания На Новый год Какие-то секретные Тайные желания На Новый год Вдруг Мы все сам думаем Что не говорим И ничего не предпринимаете? Не колдуете Никак там? Нет Просто Потуши Там подумаем И все А вот Для нас свойственна Вера В чудо Какая-то На Новый год Вот что-то свершится Волшебство какое-то Есть тоже На китайский Новый год? Нечто такое Вот придет Новый год Ну вот смотрите Саша, Свет У нас дети любят Дедушку Мороза И Снегурочку В Китае есть такие Волшебные персонажи? На Новый год? Нет У нас нет такие Нету такого персонажа Никто не наряжается? Никто То есть Новый год персонажей вообще нет У нас нету 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 А То есть письма дети никому не пишут, кто должен с подарками прийти? Не пишем Не пишем Вот тут как-то уже скучнее, да? Вот 15 дней Ну надо ввести в традицию Пусть пишут русскому Деду Морозу И все Русский Дед Мороз, я думаю, не откажет, да? Да, русский Дед Мороз не откажет У нас сейчас небольшой перерыв Давайте прервемся Там тема у нас еще новогодних подарков Новогодних обрядов Все это затронем Значение, почему все время во время праздника Танцуют с драконом, например Ну, дракон, а это символ Китая Давайте это уже после перерыва После перерыва, да Программа предназначена для аудитории от 16 лет Союз нерушимый Да, мы снова в эфире Азиз Агаев И Владимир Сметанин И наши гости Аспиранты филфака Вятского государственного гуманитарного университета Саша и Света Ну, или Жень Фэй Или Тун Тун Продолжаем Говорить про празднование Нового года в Китае Так, давайте ключевые моменты Подобьем 15 дней празднуется 15 дней 8 февраля в этом году Любят хорошо поесть Наступит Новый год Пельмени есть, китайские, рыба Стол должен валиться от еды Новый год тоже семейный праздник Выпить любят и хорошо Рисовое Пьют рисовую водку Запивают китайским пивом Прямо как у нас Полировка происходит Шлифовка Шлифовка При этом нет Деда Мороза Нет Снегурочки И вообще никаких сказочных персонажей Ну, вот дракон Ну, дракон Он в каждом празднике присутствует? Нет, только Новый год Только в Новый год Новый год И вот дракон Это вот то животное, которое из воды выходит И пугает людей? Или это что-то другой символ? Ну, дракон Это Это миф Ну, у нас Современные китайцы Мы говорим, что Мы все сыны там дракона Сыны дракона Ага Китайцы все сыны дракона Понятно И когда дракон на празднике присутствует То это что значит? Ну, какое к нему отношение? Его надо бояться? Или все-таки? Ну, в Китае дракон Это миры Не зреи А, мирные Мирные, да Мирные там дракон И Несмотря на то, что он дракон Никто не видит дракона Поэтому мы не знаем Это мифа А что означает Вот для вас дракон Что означает для вас дракон То есть у нас есть Помимо Деда Мороза Снегурочку Есть Баба Яга Черт там Еще кто-то Ну, вообще, да Если говорится Леший там Лешего бояться надо в лесу В болоте надо Там тоже Тикиморы еще есть у нас Да, да Ну, то есть Такие-сякие Всякие персонажи А дракона надо бояться? Нет Не надо Он приносит счастье Счастье приносит Приносит, да Приносит богатство Да И что, если дракон там танцует То надо к нему подойти И погладить его там Или что-то там сделать Или поцеловать дракона Неа Неа, сказала Света А что надо сделать? Это просто символ У нас в сердце Но это счастье И радость И в древней Китае Такой высокий уровень царя Они А у них одежда идут Листунки Дракон Изображают драконовицы Несколько человек, да? Ну, там, по-моему, человек 12 Большая фигура, да? Да, он большой, да Что касается новогодних подарков Что принято дарить На Новый год? Ну, для детей Самый главный Для детей? Да Для детей Самый главный Это красный Конверт С деньгами Красный конверт С деньгами Да Ну, потому что, ну, красный цвет Для детей Самый хороший цвет Это значит Счастье Радость И еще там Какие хорошие значения У нас там Когда Новый год Отмечаем Что везде красный цвет Нет, подождите Все-таки Конверт С деньгами Наверное, не для любого ребенка Там Младенцу Конверт С деньгами Ни к чему Ну, просто Красный конверт А, просто кран? Да И внутри там Теньки там Ну Оставим Или там Какие сувениры Внутри там А кроме конверта Что-то еще дарят детям? Ну, обычно подарки Ну, как у вас То, что в магазине Игрушки Электроника Одежда И еще что-нибудь А взрослым? Взрослым Ну, просто поздравляем Друг другу И все А когда Мальчик Парень Своей девушке Дарит подарки Новый год дарит? Ну Парень девушке Подарки дарит? Новый год Наверное, нет Нет? Нет, не дарит? А девушка парню? Тоже нет Тоже нет А когда девушка И парень Дарят друг другу подарки Саша? День любви А в Китае Есть день любви? Есть Тоже Свой местный Или 14 февраля? Свой У нас два И свой И И не свой И свой, да А когда у китайцев День любви? 7 Июля 7 июля Лунный календарь 7 июля Так подождите У нас в России 8 июля День любви Семьи и верности Существует Да До 8 июля Почти Что-то нам совпадает И вот только тогда Принято дарить подарки Еще 13 февраля 14 февраля Международная дата Праздника хочется Просто А подождите А когда наступает момент Когда вот уже все Подарок дарить на Новый год Не надо Это сколько Исполняется уже Ну Гражданину 16 Когда уже Когда он уже взрослый Вот когда вы считаете 15-16 Уже Порши не Уже 16-летнем возрасте Уже конверт с деньгами не дарят Да Детям Да Типа до 16 лет Это дети Все понятно Любопытная ситуация получается А вообще совершеннолетие в Китае Это сколько лет? 18 18 тоже Да 18 Вот да Давайте про празднование Еще Нового года Про елку забыли еще сказать Ази Салевич Вот Да А что-нибудь Елка Наряжают китайские Дерево какое-нибудь Нет У нас тоже не украсит там елка Хорошо А дом украшиваете каким образом К Новому году? Украшим Да А вот А как дом украшаете? Ну Красный цвет Опять же красный цвет Красный фонарь Там И еще там На Красной бумажке Пишем Там Иерогрифы Там Хорошие значения Счастья Радости Все пишем И на стене На дверях Везде там Весел Интересно А у вас есть такое Вот обучение У нас Дети Например Там Ну Когда Каледуют Да Там Ходят Вот Значит Новый год В России Мы больше уже О Рождестве Да Говорим Ну да Уже Святки Да Ну уже И Ну Например Там Те кто Отмечают Навруз Да Праздник Азербайджанский Таджикский Там Иранский Новый год Дети Значит После наступления Так сказать Вот Этого праздника Бегают к соседям Стучат в дверь Сумочки оставляют И соседи Значит Наполняют туда Сладости Всякие Подарочки Кладут детям А потом Закрывают дверь И подглядывают Кто там приходил За подарочком А дети с радостью Подбегают Забирают Там потом Есть нечто подобное Есть что-то такое Игры с соседями Ну Это Когда Мы еще маленькие Мы живем там Все там Не такие высокие Там Ну Здания То мы тоже там В кости Стучим там Двери И Поздравляем Друг друга Ну С Новым годом И Соседы уже нам Дарят подарки Да Подарки там Какие То есть у вас Или угощают Или Ну Дарят подарок А угощают Как Руки протягиваете Или тоже какие-то есть Емкости Или там Шапочки Там Какие-то В кармашке А В кармашке В кармашке Просто Да Все-таки Про волшебство Все-таки Да Нет никакого волшебства Вот Что-то мы Немножко так Думаем Неужели вы В чудо не верите Китайцы Если говорить Даже Нет Как-то все 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 трудом Все сами должны сделать Раз Раз И произойдет чудо И все желания Исполнятся Вот в такое Как бы вера Нету такого Нет 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 Остается Не так много времени Просто Хочется еще поговорить О том Когда вот Вы приехали К нам учиться Сюда И когда Впервые Увидели Как у нас Отмечается Новый год 31 декабря 1 января Какие у вас Были ощущения Впечатления Вы до этого Видели Как отмечают Мы с друзьями Там Русскими Вместе Отмечали Ваш Новый год Нет В Кирове А вот До того Как приехали Видели Как русские Отмечают Новый год Нет А потом Когда приехали И увидели Как И вместе Отмечали Вместе Отмечали Понравилось Да Понравилось Очень весел Как отмечали Ну Друзья Они готовили Традиционные Плюда Еще Плины Они Наготовили Еще Валенье Угощали Еще Салаты Очень Богатые То есть Они вам Сказали Давайте С нами Новый год Отмечать Да И Мы Готовили Китайские Плюда Вместе Покушаем И танцуем Поем А вы Не успугались Деда Мороза Деда Мороза Видели Деда Мороза Да И еще Снегурочку Дарил Дед Мороз Подарки вам Да Дарили Шоколады Так Значит Чудо Бывает Ну вот Когда Первое Впервые Увидели Этого Мужика В красной шубе Бородатого Что подумали Ну так Забавно стало Или все-таки Пугающе Что подумали Да Когда Деда Мороза Увидели Впервые Это очень Там Милое И Как Какое было Восприятие Этого Дедушки Мороза Свет Деда Мороза Когда Видели Деда Мороза Нашего Да Да Вот Когда Увидели Впервые Что подумали Ну Дедушка Как Так Близко И Веселый Веселый Да Веселый Песни с ним пели Хороводы Возили Интересно Очень Потому Что В Китае Нет Деда Мороза Ну Поним Да А кстати Новогодняя Композиция У нас есть Знаменитая Песня В лесу Родилась Ёлочка Знаете Слышали Маленькие Ёлочки В Китае Есть что-то Подобное На Новый Год Песни Да Есть Песни Специальные В честь Нового Года Да Какая Песня Можете Спеть Почему бы Нет Ну Давайте Немножко Вдвоем Здорово А что это значит С Новым Годом Давайте Пойдем Давайте Танцуем И Поем А какой-то Особый Танец Новогодний Ну У нас Вот Вокруг Ёлки Берутся За руки Хоровод И хоровод Водят Люди И Ну Обычно В лесу Родилась Ёлочка Изображают Зайчика Там Волка Кто-то Там Хлопают Друг Друг А в Китае Новогодний Танец Есть? Нет У нас Мы не танцуем Как родной Год Мы просто Вместе Покушаем И посидим Посмотрим Телеведение Выступление Ну Концерты Есть Посмотрим И вместе Поговорим О прошлом году И еще Какие надежды Будущие А президент У вас Выступает По Телеведению Глава республики Да Ну Тоже поздравляет Тоже поздравляет В новом году Желает Вы все слушаете Когда он там Все ждете Когда он там Выступит Так конечно Послушаем То есть без этого Новый год И не новый год Совсем Ну Обычно Через ранее Поздравляют Потому что У нас там Еще очень Кравный Концерт Есть А вы знаете Что в России Существует такое явление Как старый новый год Да Знаете 14 февраля Вчера был Вчера С 13 С 13 С 14 С 13 С 13 С 13 Но безусловно В Китае такого нет Потому что Это наша Особенность Календарей Вот как К такому явлению Относитесь Старый новый год Справляете Старый новый год Вместе с своими Друзьями русскими Нет Мы забыли 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 Учились Есть такая еще Особенность Да У русского человека Какой бы новый год Не был По какому там Календарю Надо отметить Надо отметить Нет такого у вас О В России новый год Здорово Ну вот если бы Вы не жили в России Наверное Вот вы в Китае будете жить Будете отмечать Новый год Российский Нет Наверное Не будет Прямо Мои родители Они тоже Не отмечают Ну хорошо Вы где живете Я с севера Китая Север Какой город Харбин Харбин В Харбине У вас точно много Соседей русских Да Вот Харбине Соседи русские Наступает новый год Они отмечают Новый год А еще по ходу Говорят Саша Зайди к нам Бери своих Заходи Это же русские Они такие Иначе не могут Рубашку на распашку И вперед Заходи Будем отмечать Что не пойдешь Ну если Прекращают То захожу А потом Наступает Китайский Новый год И ты говоришь Ваня Давай заходи Будем отмечать Новый год Обязательно Ну вот Видишь Света А вы в каком городе Тоже Из Харбина То есть Из менее чем Провинция Получается Провинция Шан-Си Другой А у вас там Русских Наверное Меньше Да Меньше Чем Харбине Почти Нет И тоже Конечно Русский Новый год Не отмечают Но вы хотели бы Чтобы у вас был Сосед русский Который Новый год Не праздник Российский Вас бы Приглашал Ну да Я хочу Понравилось вам Отмечать Российский Новый год Ну конечно У нас время Истекает Передача Я Азиз Алиевич Предлагаю Все-таки Договориться Уже за эфиром С нашими Гостями Ребятами И уже По другим Темам Китайская Культура Китайское Истусство Это ведь Настолько Разнообразно Что мне Я вижу Что Это все-таки Аспирант Филологической Факультеты Это люди Всесторонне Развитые Филологи Вообще Всесторонне Развитые А уж Наши Коллеги Сегодняшние Наверное Мы с вами Договоримся Чтобы мы Еще раз Поговорили О других Аспектах Жизни Китайского Народа Вы готовы? Хорошо Подготовим Хорошо Спасибо большое Наши гости Аспиранты Филфака Вятского Государственного Гуманитарного Университета Представители Китая Жень Фэй Саша И Тунтун Света Спасибо большое Что пришли к нам Успехов вам По учебе В первую очередь Спасибо Всего хорошего Ну и с наступающим Удачного Завершения В этом году Основных Ваших тезисов И основных Частей Вашей диссертации И конечно Удачной защиты В следующем году Спасибо Спасибо До свидания До свидания Союз Нерушимый Союз Нерушимый Субтитры создавал DimaTorzok